Югорчанам расскажут историю российского образования. Выставка просвещения «Большие перемены» открылась в мультимедийном парке «Россия. Моя история. Югра». В залах история образовательных программ от Советского Союза сквозь тернии 90-х к современной России и будущему 2030 году. Здесь наглядно можно увидеть, как менялись школы и детские сады, а также какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью. Примечательно, что на выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций Министерства просвещения. Аналогичная выставка данный момент работает на выставке «Россия» на ВДНХ. В Сургут ее привезли немного в сжатом формате, учитывая меньшие площади парка, но сохранив самые важные моменты. Стоит отметить, что образование в Югре в последние 20 лет стремительно развивается. За это время было создано почти две сотни новых детских садов и 100 школ. Также в регионе успешно работают три собственных вуза и система образования не перестает развиваться. Скоро здесь, в Сургуте, появится уникальный инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк». Это полностью меняет ландшафт абсолютно любой территории, но самое главное, это создает огромные колоссальные возможности для каждого из вас реализовываться, быть востребованными, быть успешными в своем родном городе, в своем родном регионе, в своей родной стране. Две большие груженые фуры оленями шкурами недавно прибыли в Сургут из Ямала. Пушнину в течение нескольких дней должны обработать, просушить и вытянуть. Сразу после оленей шкуры отправят солдатам в зону проведения специальной военной операции. Организовали поставку такого гуманитарного груза члену Югорской общественной организации «Православное братство». Мех, как говорят, знающие можно будет использовать для бытовых целей. Как минимум, солдаты смогут спать не на земле, а на теплом оленем меху. Кроме прочего, пушнина не пропускает тепло, а значит, что под ней тепловизор не видит человека. В «Православном братстве» сейчас работают круглосуточно, чтобы как можно скорее отправить такой теплый гуманитарный груз из Югры. «Мы постоянно разгружаем, то есть машины сбрасывают в чаты. Мы приезжаем, помогаем, вещаем. Первый раз такой, да, я вижу, что шкуры, олени. Как думаете, ребятам нашим на фронте там оно будет? Конечно, будет нужен, да, потому что это очень хороший материал. Как говорят, даже лучше, чем дарнит, то, чтобы подстилать и везде подсушить его, и будет отлично». «Это растяжка и просушка, у нас подготовлены щиты, и шкура, ну, при этом таксидермисты, они с этим вопросом будут разбираться, но, насколько я знаю, там их растягивает, просто и вот они так вот просыхают». Сегодня в России отмечают праздник, пусть и неофициальный, день зимней рыбалки. Он существует в нашей стране с недавних пор. С событием югорчан поздравил большой любитель подлёдного лова, глава Белоярского района Сергей Маненков. Он отметил, что является заядлым рыбаком. «Это занятие помогает ему окунуться в атмосферу дикой природы, чистого воздуха и уединения с друзьями. На рыбалке, как в бане, начальников нет, все равны», – отмечает Сергей Маненков. Мэр также считает рыбалку непревзойдённым антидепрессантом и стимулятором жизненной силы и энергии. «Это рыбалка, я понимаю. Вот так хочется, но бывает иногда». Редактор субтитров А.Семкин